В последнее воскресенье ноября отмечается День Матери. В преддверии праздника администрация Белграда начала поздравлять многодетных мам. Воспитание детей – сложная и ответственная работа. Как с ней справляется наша героиня, расскажет Элла Машир. Медицинские процедуры вместо детских объятий. Уже три года каждое утро Екатерины Кудиновой начинается с горсти лекарств. У многодетной мамы – рак. Но страшная болезнь – не повод унывать, признается Екатерина. Жить дальше нужно не для себя, ради близких. Никогда не падайте духом. Если вы будете падать, это будет очень сложно. Я позитивный человек, я. Поэтому как-то, может, и выживаю. Екатерина не работает, здоровье не позволяет. Расти детей помогает мама. Обязанности по дому они делят на двоих. Малыши признается – вечный двигатель. Уговорам не поддаются, и воспитательные беседы не всегда помогают. Бываешь и прикрикнешь. Это не без этого, потому что без этого никак у нас сейчас в этой жизни. Или иначе, сядут на голову и ножки свесят. Тоже им повадки не уступаю. А только ничего, у меня дети самые лучшие, самые красивые. У Екатерины трое детей. Самому младшему Стёпе три года. Средней дочке Веронике пять лет. Самой старшей Ульяне одиннадцать. Она мамина гордость и опора. Мне кажется, что маме надо помогать. Это уборка дома. И вот с братиками и сестричками сидеть. В преддверии Дня матери поддержать Екатерину. Узнать, какая нужна помощь и в чём содействие, пришли депутаты горсовета. Здравствуйте. 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 Мы к вам. Мы к вам. Мы очень рады. И с простыми руками. Эмоции налицо. Мама не может скрыть удивление. Дети расплываются в улыбке. Яблоки. Необходимые продукты питания, сладкое к чаю, фрукты и школьные принадлежности. Вручили всё самое основное и необходимое. Особенно рады подаркам дети. Мне кажется, самое важное – это ручка, линейка, карандаш и цветные карандаши. Таким семьям очень важно уделять внимание, потому что мы для этого приходим быть депутатами городского совета, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы не оставаться равнодушным к ситуациям, которым никто больше особо не поможет. Стараемся и будем держать на контроле, сопутствовать решению различных проблем совместно с социальной защитой администрации города Белгорода, такого рода семьи. Обратиться за помощью к депутатам белгородцы могут в приёмные дни народных избранников. Они указаны на сайте городского совета. Елена Погорелова, Элла Машир, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.